Молясь. В сентябре сформировано новое правительство Омской области. Как говорится, да здравствует. Как бы то ни было, да здравствует. Потому что, ну сколько уже можно было тянуть. Виталий Павлович, с моей точки зрения, субъективно является точно одним из рекордсменов по срокам формирования правительства. Но да и ладно. Прежде чем начать растекаться мыслью по древу и углубляться в жестокую аналитику, я представлю вам участников сегодняшнего нашего стрима, эфира, называйте как хотите. Привет всем, кто в записи на Ютабе посмотрит. Привет всем, кто посмотрит в Кантаче. В общем, сейчас прямо здесь с нами. Я перечисляю в порядке, как вижу на экране сам. Василий Япончинцев, мощнейший политический аналитик, человек, живая легенда. Здравствуй, Вася. Здорово, бандиты. Я хотел сказать, как Юра потрясающе похудел, как он выглядит, как молодой Тони Старк. Живая и широкая легенда. Вася, перестань снизу, перестань себя снимать. Я сделал. Снижний плейбой филангоп. Да, да, да. Я осуществил свой личный гривен. Вот, видите? Да. Витя Скуратов подарил мне эту футбу на какое-то поза-поза-поза. Точно, как это, лонгслив называется, день рождения, она мне не была как раз в эти годы. Теперь она мне велика. Ладно, так, спасибо, Василий. Вася? Эй, чек с ним. Позови, поделись. Я здесь, я здесь. Говори, говори, не стесняйся. Да, молодой Тони Старк. Молодой Тони Старк, день ручной миллиардер-филантроп. Благодаря тебе, знаешь, тут лишнее в этом ряду. Можно прекратить этот процесс на часовой время? Не по существу разговариваете. Они давно не видели. Это наш фильм. Очень хотят обняться. В эфире только. Ты нас все время представляешь, теперь я хочу тебя представить. Вот это легенда татарской, сибирской, мэриэльской, медийки. Человек, у которого было Тэфи до Андрея Копейкина за 20 лет. Да. Вы, в отличие от наших коллег, я посмотрел твое интервью к каналу «Пропаганда». Я восхитился. Канал, что это даст? Не, ну, хорошее было интервью. В общем, это был тот случай, когда спикер оказался гораздо больше, мощнее и серьезнее, чем ведущий. Ведущим еще надо подрасти. Поэтому это была интеграция. Зайчутки, смотрите все интервью Юрия Воробьева, подкасту «Что это даст?». Можно перейти через стенаньевые томогавки, можно перейти через анонсы, которые размещены в том числе и в Гиппере. В общем, смотрите, «Что это даст?», подкаст. Не стесняемся, на Ютубе все есть. Так, спасибо, Василий. Спасибо, спасибо. Когда я стану губернатором или главой чего-нибудь, Василий непременно возглавит ведомство моего продвижения, моего личного бренда, ну, то есть какое-нибудь там «Чуваш-медиа» или что-нибудь, я называю просто абстрактные регионы, чтобы не обижать никого из своих друзей. Владимир Лефантьев, он же Орис Брут, уже заслуженный член общественной палаты Российской Федерации. Здравствуй, Орис. Всем привет, буду краток, там люди уже устали. Да, Вася, смотрите, дорогие зрители, когда Вася выключает видео, он идет к Олегу-Затемникам. Я потом вам сейчас расскажу позиционирование. Уважаемый член общественной палаты, да, человек-легенда Омского завода технического углерода и так далее. Об этом мы тоже, а Лаберса, как говорят у нас, об этом мы тоже сегодня поговорим. Любимый блогер Валерия Каплуната. Да-да-да, и друга его Мизи, я все время забываю, как зовут уважаемого Мизиум. Мы к этой теме придем. Хорошо. И Вадим Попов, Вадим Попов, политолог, автор канала. Вадим, как канал называется еще раз, напомни? Я долго был в творческом поиске, сейчас в итоге Вадим Попов мнение. А, Вадим Попов мнение, да, тоже подписывается. Если бы словарно. Да, Вадим пишет очень хорошо, интересно. И нас с Вадимом объединяет общая радость. Мы независимые каналы, то есть мы не участники топа каналов по версии ОМ-1. Издания ОМ-1, да, потому что и нам на них, и им на нас. Несвобода это будет. Да, да, я вот так это назову, пожалуй. И поскольку упомянутый выше нами Сорисом завод имеет бурную фантазию, и мы все имеем там какую-то классификацию, давайте я сразу, чтобы разгрузить, так сказать, нейронные связи товарища Каплуната и товарища Мизи, представлюсь еще раз. Юрий Воробьев от Татар, от татарского лобби, Василий Япончинцев, это, значит, лобби Олега Зарембы, поганый федерал Орис Брут, который за счет каких-то деструктивных сил, да, вставляет, видимо, эти самые палки в колеса. Что? Да, палки в колеса, да, и просто вставляет. Просто вставляет. Ну и, собственно говоря, да, Вадим Попов от Ставропольского лобби. Ну, нет, слушай, ну как, нет, ребят, ребят, если я от Зарембы, то Попов от немцев. Как от немцев? Не, немцы уже остались в Татар. Подождите, от Старовойтова кто у нас? Мы не можем сейчас без Старовойтова, кто-то должен защищать губернатора действующего, его мудрость его решений. Давайте назначим Вадима от Старовойтова. Ладно, назначайся. Потом отошьешься, ты, если что, у нас с этим не строго, у нас не это самое. Ладно, давайте, собственно говоря, к разделу разное мы еще перейдем. Давайте я вот, мое любимое издание, я не буду показывать всю эту Живанину, потому что очень много фамилий. Мое любимое издание Новый Омск, Ньюс Омск, фаундер которого, точнее говоря, главный редактор которого даже является сооснователем нашего проекта. Но, к сожалению, Станислав Жоглик редко к нам заходит. Мы все грустим без тебя, Станислав, скучаем. В общем, потрясающая Наталья Коробова выдала совершенно замечательный заголовок. Мураховский уволен, Заремба и Козлов остались. Ну, еще бы Козлов не остался с такой-то фамилией. Омский губернатор Хаценко представил новую команду. Кто в нее вошел? Давайте так. Так, давайте сначала, мы не будем, вот не хочется растекаться мыслью по древу, да, и понятно, что, ибаут Мураховский, увольнение министра здравоохранения в Омске всегда праздник. Мы застали предыдущий праздник, когда уволили незабвенную госпожу Солдатову. У меня было ощущение всенародного малькования. Я думаю, что мы чуть-чуть подтолкнули. Да, да, мы даже подтолкнули. Кто-то ездил на бунт скорых, свидетель. То, как она прыгала с парашютом, это отдельный вопрос. Кто ее подтолкнул, кто не подтолкнул. Она же в дуэте прыгала. Соответственно, инструктор ей подтолкнул. Ну, она летала в Устешим до того, как это стало мейнстримом, надо признать. Ну, в общем-то, увольнение министра здравоохранения всегда праздник, и мы все понимаем, что вместо Мураховского будет теперь вот этот вот уважаемый 35-летний специалист. Да, то есть, как бы давайте мы это обсудим в части разное. Давайте пойдем, что называется, сверху. Сверху это мы имеем, в первую очередь, первых заместителей. То есть, во-первых, я хочу напомнить тем, кто не в курсе, что Виталий Павлович Хаценко неожиданно решил, что у него в команде будут играть сплошные легионеры на годовых контрактах. То есть, у него будет 10 замов. Если я ничего не путаю, может, сейчас что-то поменялось? Поправьте меня. 12 стало? Да. 12 замов, да, и все остальные чернорабочие, несущие рояль. Это вот типа министра внутренней политики. Вот, значит, давайте первые замы сначала. В первую очередь Менгазов, да, первым назван Менгазов. Исян миссис Кадерле Дуслар, Ипташ Менгазов, мы вас поздравляем. Я, конечно, сомневаюсь, что это действительно то, что великая синякура какая-то или великая награда, но я хочу сказать, что Рустам Рамильевич Менгазов работает с Виталием Павловичем Хаценко со Ставрополья как раз-таки. Есть комментарии по коллеге? А то я сейчас по-татарски начну, опять потом скажете, что это все татарская лобби. Честно говоря, у меня был прогноз, что Менгазов станет председателем правительства. Мы с Васей даже заочно спорили о том, будет ли такая структура. Сейчас вроде как учили, что такой структуры не будет. Хотя я до сих пор верю, что в будущем она возможна. Она просто очень логична, эта структура. И вот он первый претендент. Но Вася не согласен почему-то упорно. Вася, поясни свою мысль. Председателя правительства не будет, по крайней мере пока. Председателя правительства хотели вводить еще приборкой, но не получили согласование федеральных структур, в частности Минфина. Минфин говорил, ребята, вы дотационные, вы сначала научитесь зарабатывать, чтобы у вас деньги были, а потом уже плодите управленческие функции и сущности. Чтобы, знаешь, как говорится, премьер-министра еще надо заслужить. Это могут делать такие жирные регионы, как Татарстан, как Свердловская область. Мы не жирные, мы похудели. Ну, в общем, те, которые умеют зарабатывать. Вот как раз-таки новый состав правительства, даже без председателя правительства, отдельно выделенного, без разделения постов губернатора и главы правительства, он про то, чтобы как раз-таки научиться зарабатывать. Что не исключает в будущем, да, при определенных обстоятельствах. Ну, когда у нас будет бюджет региона 200 миллиардов, тогда и про премьер-министра можно подумать. Ну, в принципе, да. Но, не знаю, Орис, своя версия. Роли значения Мингазова по обновленным правительствам, а то сейчас я опять все расскажу за всех. Будет авторитаризм. Вообще, честно говоря, коллеги оба ошибаются. Мы с Мингазовым пересекались. Пересекались по его прямому роду деятельности. Они собирают инициативу, в том числе инвестиционные, в том числе экологические. У них целый набор проектов, которыми они занимаются. И Рустам Мингазов, скорее, такой драйвер развития. Он, как бы, в целом системно перебирает все те точки развития, которые может получить Омская область. И пытается, как бы, вот сейчас их симатизировать. Дальше, как бы, ну, придумать какую-то систему именно развития Омской области. Это не должность Валерия Бойко, который был главный на хозяйстве. Ну, мы же понимаем, что директор, глава правительства, это, по сути, главное на хозяйстве, потому что в нашей стране все-таки президент и не премьер-министр главный. И, как бы, ну, вот Мингазов не про это. Мингазов не про руководство правительства. Мингазов про развитие, про драйверы экономического развития, экологического, социального и все остальное. Но это, по крайней мере говоря, мое мнение, которое я смог составить из нескольких актов общения. То, что ты сказал, оно как отличается от функционала и способностей другого первого заместителя Дмитрия Владимировича Ушакова? Вот чем он отличается от Ушакова? Все, что ты сказал, можно повторить про Ушакова. Ну, то есть вы что хотите сказать, что у них конфликт интересов в априори или что? Интересно, да, мы видим в одной технологии, да. Просто один медведь более доверенный, особо приближенный к императору. Можно я скажу две секунды? Проинвестишься в меня обестрима. Подождите. Давай, говори, говори. Ну, ты сейчас пытаешься сопоставить Чеченко и Анна... Не Чеченко, а Ушакова. Ушакова. Не-не, Чеченко и Ушакова. И Чеченко и негодуй, так сказать. Они же и те, и те, вроде финансами занимаются. Нет. Ну, не-не, экономика и финансы, Орис, это разное. Не-не-не. Тут он не об этом. Он не об этом. Я его понимаю. Ты путаешь кислое с холодным. Вот зачем? Ну, я не знаю. Слушайте, я не помню, чтобы... Ну, вот, как бы... Нет. Во-первых, никто не убирал из-под курирования Дмитрия Владимировича Минека и Минчинского. Он, в принципе, сейчас координирует все правительство. Ему расширили полномочия, он исполняет обязанности губернатора. Так что, скорее, именно Дмитрий Владимирович ушел на место бойка, чем, ну, как бы, кто-то кого-то заменил. Так что, это больше похоже на то, что Дмитрий Владимирович встал на ступень выше, а, условно, Рустам Мингазов зашел в инвестиционную... Давай я задам тебе более конкретный вопрос. Кто первый среди равных? Вот, среди двух первых, кто более первый? Мингазов или Ушаков? Конечно, Мингазов. Ну, ты смотри, кого оставляют исполняющим обязанности во время отсутствия Италия Пауча. Это было до формирования правительства. Неизвестно, кого будут оставлять. Вас не смущает, что Мингазов ближайший соратник по Донбассу и Ставрополью, а Ушаков все-таки представитель старой команды на испытательном сроке? Я думаю так, что формально исполнять обязанности и фактическим председателем правительства будет Ушаков, а большим доверием губернатора будет пользоваться Мингазов. Коллеги, давайте... Давайте не будем... Подождите, можно я скажу, давайте не будем делить куруми убитого медведя. Еще вообще только... Вы по буквам пытаетесь угадать смысл. В России буквы и смысл – это всегда разные вещи. Подождите. Напоминаю, у нас дипократия. Понятно. Когда только Виталий Павлович пришел, приехал в Омскую область, я сразу сказал дословно следующие слова. У Виталия Павловича, как у человека, несколько раз сменившего постоянно регион, не самая длинная скамейка запасных. Это все должны понимать. И поэтому мы понимаем, что у него с собой из привезенных министров гораздо меньше, чем было у Александра Леонидовича. При этом структура правительства и количество людей, которых принято называть варягами, только расширилась. Дальше, ну просто если мы смотрим на свое правительство, мы понимаем, что Чеченко, Куприянов, Крот, наверное, Ушаков и Заремба – это одни из немногих людей, кто вообще старше сорока в этом правительстве. Потому что Курманов, Суканов, сам Менгазов, Иван Андреевич, ну то есть сильно помолодел этот самый набор вице-губернаторов и министров. Ну то есть мы понимаем, что в целом вся эта история, там Хавронина опять же таки, у нас сильно помолодело правительство. И не стоит разделять ролями первые и после Бога. Просто потому что, во-первых, всегда остается главным Виталий Павлович, ну просто всегда, он человек такой по характеру, и всегда остается главным он. А кто будет его в какие конкретные моменты заменять, ну, наверное, это зависит именно от компетенции. Ну, поскольку под драйвер, под денег, под федеральные деньги, наверное, нужен человек, с которым ты дольше знаком и дольше работаешь, наверное, поэтому это делает Рустам Менгазов. Возможно так, это только вот прям версия. А Дмитрий Владимирович хорошо знает область за эти пять лет, которые он здесь отработал. И, ну, наверное, после проводов Бойко на пенсию, это одна из лучших замен. Мне кажется, это не замена Бойко. Вот ты совершенно прав в том, что ты поживешь подольше и узнаешь побольше. Вот сейчас приду... Это я прав, потому что это я сказал. Это Лебедев сказал. Малоснежная зима, минус 30, на севере хлопнула труба в очередной раз, сорванула. Это уже про Дмитрия Владимировича было. Кто поедет туда, кроме несчастного Шнипко, которым будут затыкать теперь любые дыры, любые прорывы, любые... И остальные все вещи. Ну, не Ушаков и Менгазов туда поедут. Почему? Ушаков был. Слушай, ну Бойко раньше ездил же. И Ушаков ездил. С точки зрения Бойко, это был уникальный случай, когда он сам строил эти все Тевриз, нефтегаз и все газопроводы. Ну, это человек, который знает каждый куст. И застал их закрытие. Точно так же, как было, когда он строил арену, потом сносил ее. Это тоже, ну, все те же вопросы. Вась, Вась, ты не прав, потому что в Тевризе была объявлена чрезвычайная ситуация. И чрезвычайная ситуация, это просто по протоколу там должны быть представители власти такого уровня. Это чрезвычайная ситуация. И говорить, что никто из вице-губернаторов на чрезвычайную ситуацию не поедет, но это, наверное, просто незнание протоколов. Ну, хорошо, давай мы... Все, Орис научился в общественной палате регламенты читать. Молодец. Дайте ремарку сделать. Кто поедет, не просто поедет. Танцовый встать. Так, давайте Вадиму сказать. Да, дайте ремарку. Мне зацепила фраза у Ориса, камейка запасных. Мне кажется, что эта фраза уже устарела просто как, не знаю, там, бородатый анекдот. Вы всерьез представляете, что вот есть, например, там, средний губернатор, да, какой-то по России. Он с кем-то отработал. Ну, например, там, на Ставрополье. Его перекидывают на другой регион. И он что, с тобой возит в свою команду? Ну, это бред. Это как, не знаю, технолог поработал с агитаторами, например, на выборах, да, и верит, что на следующий же год эти агитаторы сохранятся, и он их опять будет нанимать. Но это бред. Никто не ездит с такими командами. Нет никакой скамейки. Подожди. Есть ближайшие соратники. Горшок правильно говорит. Он знает дело. На самом деле можно же и так, и так. То есть, смотрите, каких-то ключевых соратников с собой можно забрать. Давайте, вы мне дайте сказать два слова. Подождите, можно я сейчас объясню? Да не надо, подожди, потом объяснишь. Смотри, Мингазов, что касается инвестиций. Мингазов работал в Татарстане. В Аире. Я тебя сейчас выключу. В Аире в агентстве инвестиционного развития. Характеризуется сугубо положительно. Я сегодня с Аировским поговорил. Говорят, хороший мужик. То есть, он умеет, что называется привлечение инвестиций. Дальше, в 2013 году, опять же, к этой логике, с 13 он в Аире работал. Через два года он начал работать на Ставрополье с Хаценко. То есть, с Хаценко. Потом он с Хаценко поработал в Донбассе. И потом он, как ключевой соратник, опять же, мы приходим к этому. Сейчас работает с ним в Омске. Чего не нравится в логике? Вы просто... Вася, он ушел за очередным темником. Вася, просто непонятно, как спасать Ушакова. Не надо спасать Ушакова. Либо там с магнитом непонятно, что. Я писал об этом. Ясно же, что Ушаков курировал магнит. Вопросы по магниту есть. Дальше не нашел. То, что я вижу, и то, что меня беспокоит. У тебя видео нет. Почему? Есть. Есть у него видео, это ты не видишь. У тебя запаздывает сигнал. Ты меня не видишь просто. Смотрите, что получается. У нас за финансы и инвестиции отвечает Мингазов, который умеет зарабатывать, привлекать инвестиции. Финансово-экономический блок, опять же, Ушаков. А кроме этого у нас за инвестиции еще есть Шпиленко, который отвечает, тоже вице-губернатор. Кроме этого есть Министерство экономики во главе с Негодулько. Пусть и пониженный несколько в статусе. И плюс еще у нас по финансам есть вице-губернатор Чеченко. Где мы возьмем столько денег и столько инвестиций? У нас нет столько инвесторов и у нас нет столько денег на такое количество кураторов всех этих вопросов. А труп у нас и проблемной инфраструктуры гораздо больше. И кто с этим будет работать, большой вопрос. А Ушаков теперь будет затычкой во всех проблемных вопросах. А кто-то должен быть новым, Бойко. А Бойко не жаловался, честно отработал свое. Их собак и повешают. Бойко отправили на повышение. Не на повышение, но фактически отправили на заслуженную работу. Вот так. Ладно, в общем, слушайте, если мы так каждому попсалсывать, давайте... Давай, Орис, давай, давай, говори. Вася, тебя не смущает 12 вице-губернаторов, 8 из которых без портфеля. Ну, то есть, такого тоже никогда не было. Ну, тебя это не смущает. Тебя смущает, что и финансами в бюджетно-ущербном регионе занимается 5 человек. Так может и надо 5 человек, чтобы они как-то это делают. Заработка поддерживает. Поддержим его, Владимир. Поддержим его. Вот, теперь подождите, я не закончил. Руслан Ромилич, вот такой барнак в Омской области, понимаете? Представляете, каково мне с ними 8 лет приходилось. Теперь ваша очередь. Давай, давай. И теперь мне хотелось бы кое-что про скамейку запасных сказать. Скамейка запасных – это может быть некорректный термин, некорректно звучать. Ну, давайте говорить честно. Вот меня сейчас позовут на какую-нибудь компанию куда-нибудь далеко. Я не поеду, потому что Омск – мой родной город. У меня-то там дела, здесь дела. Тут что-то там. Тут покрышки пожечь. Тогда ты не полетишь. Вот это вот все. То есть, в жопу иди, Вадик. Я говорю о том, что есть, ну, как бы после некоторого уровня работы в регионе, у тебя есть коэффициент оседлости, там, бизнес, там, не знаю, шашлычку открыл, еще что-то. Ну, когда ты начинаешь укореняться, да, там, семья и вот это вот все. И скамейка запасных – это же не люди, которые у тебя работали, не люди, которые у тебя на цепи, а это люди, которые могут встать и поехать за тобой. То есть, именно в том плане, что люди, которые там не открыли себе свой бизнес в Донбассе, в Ставрополе, ну, и так далее, там, не укоренились в Старстане. И вот таких людей мало. Я про это говорю. Так, это и есть разговор о короткости камейки запасных. Если мы придем, найдем в студенческом отряде сразу после института какого-нибудь студенческого лидера и отправим его работать губернатором, у него вот весь курс будет камейки запасных. Я вас уверяю. Они все встанут и за ним в деревню Херово-Кукерово уедут. А здесь, ну, просто потому что люди уже взрослее. Ну, у всех свои дела, у всех семья, у всех бизнес. И я говорю о скамейке запасных, имея именно это в виду, а не что-то, что себе коллеги. Да, ладно, аргументировал. Молодец. Бизнес нельзя на госслужбе. Орис говорил образно. Я, если что, сразу. Я как ветеран заявлений, герой заявлений о клевете. Я теперь все сразу объясняю, чтобы дорогие правоохранители, если что. Да, на меня просто же директор Канцура. Подождите, подождите, нам приехали те чиновники, у которых нет бизнеса, которые этот закон соблюдают. Да, да. Самые лучшие. Ладно. Ты просто сказал, что половина правительства коррумпирована шашлычками. Ну, ладно. Нет, он этого не говорил. Давайте вместе. Закажите, подождите, сейчас мы принесем. Значит так, дорогие зрители, кто пропустил начало, мы обсуждаем новый состав правительства Омской области. Только что вы прослушали эпичный батл первых замов. Мингаза Рустама Равильевича и, собственно говоря, Дмитрия Владимировича Ушакова. Мы только что по понятиям раскидали между ними обязанности. Я сразу хочу сказать, что это наше субъективное мнение, потому что как будет на самом деле, мы не знаем. Губернатор Хатсенко Виталий Павлович сегодня назначил. И поэтому мы просто тут гадаем на полномочия. В частности, мы гадаем, кто на Новый год реально останется севера отогревать, когда там опять газ кончится. Шпиленко Андрей Викторович, заместитель председателя правительства Омской области, представитель Омской области при правительстве РФ в Москве. Ну, это понятно, да? Ну, подай, неси свадебный генерал. Что тут? Нет, 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 ты не прав. Ну, что, ну, заведующий конфетами встретить на ВДНХ. Абсолютно нет, ты просто не знаешь. Давай, ладно. У Ипанчинцева есть свое мнение, давай. Шпиленко сейчас курирует агентство развития инвестиций, вот то легендарное РВД, где Чемперева покупала Полежаеву Мерседес. Да-да-да, это откуда выперли пельмени, и пельмень теперь заведует центром этой агитации и пропаганды, как там это. Наша корпорация развития. Каждый важный регион имеет отмывочную, и вот она великая и прекрасная. Виталий Павлович Хаценко поручил на базе посольства в Москве нашего Омского создать службу одного окна по работе с инвесторами. И Шпиленко должен на зубах затаскивать туда и обслуживать по полной программе со всем сервисом тех инвесторов, которые хотят к нам зайти. Ключевое слово «должен», «должен». Важный, почему из твоих уст зубами затаскивать и обслуживать звучит так мерзко? А он потому что мастер пропаганды. Да, меру распущенных и членов общественной палаты. Так вот, РВД и корпорации развития уже проводили стратегические сессии, куда приглашали лидеров. Конкурсы красоты. Короче, там все будет серьезно, все будет красиво по предоплате. Орис, поверни телефон обратно. Что делаешь? Темник пришел. Не, позвонили. У него голова вытянула. Худой стал, смотри, нормально. В общем, вы прослушали версию про то, чем будет заняться Грисович Шпиленко. Я не очень компетентен в вопросах представительства в Москве. Поэтому вы, дорогие зрители, имейте в виду, что есть такой функционал. Грубо говоря, раньше было посольство поспать приехал, чтобы было где разместить. А теперь это служба одного окна для инвестора. Вот и все. Понятно, понятно. Ладно, так, ничего не понял. Ну ладно, я напоминаю про вопросы в чатик. Если что, давайте посадим на мониторинг вопросов. Там, Орис, если что, проверяй вопросы, пожалуйста. Не в чатик, а в комменты к записи. Я потому что этот самый. Далее идем по списку Хаценко о важном. Пост о новом правительстве в канале Хаценко о важном. Ну, за рембу Олег Игоревич. Слово по, значит, как это сказать, по Олегу Игоревичу имеет лучший друг Олега Игоревича, Василий Бончинцев, так что выступавший. Давай, Вася, скажи, как Омская область выберет президента с триумфальным результатом, и Олег Игоревич нетронутым поедет домой, а вместо него будет кто-нибудь. Или не поедет, твоя версия. Я как бы тут за плюрализм мнений. Давай. Кураторы внутриполитического блока недавно вернулись. Мы все читали твой темник с утра в твоем канале. Не надо. Люди уже это слышали. Из Сенера, да. Теперь имеем представление и ключевые показатели по президентской кампании. Ожидаемо, что куратор внутриполитического блока остается в новом составе правительства, поскольку это единственный вице-губернатор, который напрямую назначается Москвой, согласовывается с Москвой. Понятно, что менять сложно. Не факт. По-моему, много кто согласовывается с Москвой. Ладно, так, сложный период. Да, да. Больше других согласовывается с Москвой куратор внутриполитического блока. Сложнее других. Ввиду неоднозначности кандидатуры ты, наверное, имел в виду. Ты хочешь уже совсем не соблюдать хотя бы даже... Хорошо, все-все, давай-давай, давай. Мы федеративное государство, ты уже совсем в унитарную модель какую-то затаскиваешь. Ну ладно. Я убежденный федералист. Да, мы все за широкую федерализацию и автономию. Так вот, понятно, что между губернаторской кампанией и президентской на таком коротком плече никто не меняет коней, никто не меняет кураторов внутриполитического блока. Что можно было сделать, и давно было сделано еще до утверждения новой структуры правительства Омской области, это то, что кураторов внутриполитического блока освободили от министерского поста. Некоторые сопутствующие функции тоже убрали, вроде поддержки СВО и работы с силовиками. И это было сделано правильно, потому что куратор внутриполитического блока, как свободный художник, должен иметь развязанные руки, чтобы творить и показать по-настоящему классный результат. В данном случае мы говорим про марта 24-го года. Все. Орис, будешь усиливать краски или ты порадуешься за выдвиженца господина Заремба и господина Колесника, а по Зарембе не будешь выступать? Слушайте, я сейчас, может быть... Суши закажу. Суши закажу, да. Я сейчас, может быть, какую-то Карамулу расскажу, но... Если он не ставит в эфире, то выпавка не считается. Ладно, ладно, не надо, но зачем ты его напомнил? Давай. Короче, расскажи Карамулу, давай. Ты тоже был в Сенеже и встретил там Олега Игоревича, и он тебе сказал, да? Все, что-нибудь. В администрации президента Российской Федерации к регионам применяются несколько критериев. Но три самых важных – это экономика, внутренняя политика и индекс развития. Не считая критериев СВО, я просто на всякий случай так... Ну да, не считая... Это было до этого, да. И как бы я сейчас не понимаю, кто сможет закрыть на таком же уровне обязательные критерии по внутренней политике. Потому что внутренняя политика – это же не только выборы. Это же еще и... Это еще и работа с общественными организациями, я тебе напомню. Работа с религиозными объединениями. Это еще медийка частично. Да, туда входит больше всего. Отсутствие митингов. Митинги – это массовые мероприятия, это другое немножко. Нет, но отсутствие митингов, НКОшка, приграничность – вот это вот все. Это, ну, достаточно тяжелый объем работы, который даже тому же Олегу Игоревичу, о котором Василий очень ясно отзывается, не доверили сразу. Потому что, ну, есть... Это один из самых глубоко топонима, значимых из наборов действий. То есть министр экологии, если он понимает в экологии, он может приехать и там условно с контурными картами изучить регион. Министр промышленности – то же самое. Министр экономики тоже примерно понимает. А приезжать на зама по внутреннему политике и вот смотреть, вот читать, кто с кем когда спал, кто кому в жопу прострелил, кто чей бизнес, кто у кого когда отжал, и кто кого не любит – вот это очень серьезная история. И я бы не говорил о том, что в ближайшее время Олега Игоревича заменят, не потому что... Я тебе напомню, что Олег Игоревич сам не местный, и что есть чудесная Терпугова, которая все знает. Во-первых, Олег Игоревич до того момента, как стать вице-губернатором, очень долго работал. Во-вторых, Анастасия Петровна – прекраснейший специалист своего дела. Прекраснейший, но я при всей моей любви к этому человеку не понимаю, как она будет руководить медийкой в регионе. Ну, просто не понимаю. Она может опереться на хорошего специалиста Ольгу Игоревну Бакшу. Но целостное структурное видение всего – это очень важно. Целостное структурное восприятие региона с точки зрения медийки, с точки зрения каких-то районных глав, с точки зрения матрицы развития распространения информации – это штука, которая приходит с некоторым опытом. И я уверен, что Анастасия Петровна сможет через некоторое время всю ООНскую область окинуть своим взглядом и понять. Но не в ближайшие три месяца. Но это мое мнение, и, возможно, мне там будет перед Анастасией Петровной… То есть ты косвенно намекаешь, что зарем будто до выборов Путина, да? Ну, до мартовских выборов президента России. Я бы сказал, что до мартовских выборов президента России он с гарантией. Но мне кажется, что сейчас и не ведется работа по его замене. Я ее не вижу. А это такая работа, которую, ну, типа… А ты, мало ли, чего ты не видел-то? Ты как это сказать? Друга твоего Лобова в один день снесли практически. Ну, вот это сказали, это людей надо слушать. Он сейчас отрекется от него. Смотрите. Да, ты будешь отрекаться от Лобова, нет, кстати? И три, где он отрекся? Нет. Да, ладно, подождите, подождите. Подождите, давайте, поскольку… Вот внутренняя политика, поскольку это такая тема, которая нас всех заводит. Вот, сейчас Вадим еще выскажется. Да, давайте. А что я-то, да. Вот. Но я хочу сказать, что предыдущее – это было мнение Ориса. На самом деле, никакой медийки нет. Двенадцатый канал – это мертвый чемодан без ручки. Его надо просто упаковать в красивый гробик. Газеты эти, с которыми тетешкаются какие-то там тарское прииртышье и прочее, там, пламя всегда с вами, вот эта притча во языцах во всей России. Это вот просто надо давным-давно похоронить, перекрестить и забыть. Вот. Или тоже упаковать в уютный гробик одного из датского дома «Омская правда» во главе с Евгением Гервальдом. Вот. Потому что, мне кажется, он справится нормально. Реформа районкам нужна. Да, да. Я, кстати, сейчас, вот, между прочим, мариэльцы начали делать эту реформу. Я горжусь ими. Они молодцы. Вот. Татарстан-то сделал эту реформу 20 лет назад. Уж извините. А так-то вот медленно. Я много лет об этом говорю. Нам нужно своё татмиде. Это правда. Вот, отлично. Видишь? А мне, кстати, ты знаешь эту фразу, у меня все депрессивные регионы говорят. Нам нужно своё татмиде. Делайте. Камон. Ну, сейчас мы озарим. Вот Заремба. Только что на море спел, какой Заремба профи. Чего он тогда медиа-то не упакует в уютный гробик государства? Чтобы они хотя бы в два раза меньше денег жрали. Пусть сделает директором двенашки подругу своего друга, выдвиженца Колесника, жену. То есть, извините. Давайте, камон, вперёд. Посмотрим, ребята, что у вас выйдет. Ладно, что-то это. Вадим Попов, давайте. Да, краткая. Про внутреполитического лидера. Да, давай. Я когда о Зарембе думаю, мне кажется, что он сейчас выполняет такую роль кота Шрёдингера. Он и жив, и мёртв одновременно. Сейчас поясню мысль. С одной стороны, согласен с Сорисом. Вы так смеётесь, как будто я крамологу это сказал. Я радуюсь. Я согласен с тобой, потому что я в глубине души просто это... То, что я хотел сказать. Просто я здесь тоже не могу всего говорить. Потому что я же Зарембу покусываю за ушко. Ты что, не читаешь канал, что ли, один нам всем известный? И я ещё, как его, фиглярствующий орлекин или орлекинствующий фигляр. Я даже забыл, кто я. А я просто... Понимаешь, я что-нибудь скажу, подолгаю, скажу, что соратника выгораживаешь. Я задолбался уже. Вадим, да, извините. В общем, я согласен с Сорисом, что Хаценко может с ним спокойно сработаться. И за неимением подходящего кадра он может остаться и после выборов. Но, с другой стороны, есть федеральный тренд на вычищение элит. Вот он никуда не девается. Его горизонт планирования достаточно высокий. То есть, грубо говоря, губернатор может вычищать какие-то уровни элит спустя 2 года, 3 года, 4 года. Поэтому Заремба в уникальной ситуации, когда он на испытательном сроке, я вот писал это в своем канале и повторюсь, он на испытательном сроке. Просто этот испытательный срок не классический. Он сложный, уникальный. Там много факторов. Выборы президента. Потом, может быть, еще электоральная кампания в ЗАГСобрании в Госдуму. Никто, кто даст прогнозы по Зарембе, не окажется прав. Все ошибутся. Вот я в этом уверен. Поэтому только наблюдать. То есть, ты считаешь, что... Прогнозы с прогнозами. Извините, прогнозы с прогнозами, но мы постоянно рассматриваем Заремба Олега Игоревича как какого-то безвольного человека, который типа, ну, выгонят, ну, оставят. Давайте зададим вопрос вообще, а куда сам Олег Игоревич хочет? На танковый завод, думаешь, он что ли хочет? Что-то у него альтернативно немного. Но мы же понимаем, что у этой ветви власти либо мы уходим, как Толмачев, куда-нибудь налево в новые регионы, либо мы уходим в администрацию президента. Можно и в небытие уйти. В небытие примеров мало. С этой позиции примеров мало. Управление по делам печати и массовой коммуникации. Половину, ты не назовешь, где они сейчас. Подожди, подожди, подожди. Ну, потому что там такое управление было. Не, оно все-таки нерелевантно внутриполитическому лидеру. Омский ГУИП – это проклятое место. Если ты посмотришь, начиная с 2005-го, с 2007-го, все руководители Омского ГУИПа покинули Омский регион. Хорошо, два. Два не покинуло. Ну, их было-то, их каждые полтора года меняли. Давайте. Ну, да нет. Это не ревантно. Я просто к вопросу о предполагаемой кандидатуре Мины Ахвердовны, я хочу сказать Виталию Павловичу. Я прямым текстом говорю, Виталий Павлович, для внутриполитического вице-губернатора компетенция медийщика не является ключевой. Ключевой для внутриполитического, подожди, я сейчас закончу, вице-губернатора является… А ты кого назвал? Я не знаю, про кого ты говоришь. Ну, неважно. Одного из предполагаемых кандидаток на должность. Он назвал Мину Исламовну Ахвердиеву. А, в общем, он ее фамилию… Это частное мнение, Орис. Короче, ты посмотри, из татарина как лезет великодержавный шовинист. Вот она. Да-да-да-да-да. Нечего делать на мужской работе. Нечего абсолютно. Я, кстати, напомню, напомню, если вы не помните. Единственный арест во внутриполитическом корпусе был, это кого арестовали в начале года? Об этом писали все. Погуглите, посмотрите регион, посмотрите пол. Раз уж они меня обвиняют шовинизмами. Так вот, если бы компетенция медийки была ключевой для внутриполитического губернатора, я давно бы был внутриполитическим губернатором. А ключевой там является компетенция, то, о чем мы разговаривали раньше. Это религиозное объединение, общественные организации, это НКО и так далее. То есть там как бы хэштег про любовь к Путину ставить недостаточная компетенция. Ладно, в общем, про Зарембу понятно все. Я хочу сказать, что, видимо, мы с надеждой и страхом, смесью надежды и страха, мы смотрим в март и пытаемся предугадать результат выборов президента. А план очень спокойный выставили, поэтому, скорее всего, выполнят. Что-то даже 75-75. Да, да, да. Что, перефразирую. Перефразируя дорогого брата Ориса, я скажу, что на период президентских выборов Олег Игоревич будет с гарантией, а после президентских выборов Олег Игоревич будет с гарантией. С просроченной гарантией. С гарантом. Он будет с гарантом. Я вот так скажу. Юра Тимирский. Курманов, Динар Хустудинович и Сянвицес, Херли Кич, дорогой Кадырле. Динар Хустудинович, заместитель председателя правительства Омской области. Динар Хустудинович сегодня тоже назначил. Я так понимаю, стройкомплекс. Поправьте меня, если хватит полоскать внутри пол. Да? Стройкой дороги, да. Стройкой дороги. Ну, отличный человек, кстати. Мне кажется, тут ни у кого никаких комментов особо нет. Зарекомендовал себя хорошо, да? Ну, Динар Хустудинович действительно на своем месте. Да. Он, в отличие от многих сибиряк, ну, Тобольск – это Сибирь. Я так считаю. Да, Динар Хустудинович, сибирский татарин. Если что, вы там это, ну, в смысле, не из Татарстана. Нормально. Ну, мы всех принимаем. Хорошо. То есть... Даже с вами Воробьев. Татары принимают всех, даже с вами Воробьев. Самый красивый в правительстве – Ромахин Алексей Сергеевич. Ну, я, кстати, кто знает, за что Алексей Сергеевич отвечает, кроме как хорошо выглядит целый день. Ну, у него есть там явные и неявные функции. Есть неявные. Да, расскажи хоть. Ну, он отвечает за набор контрактов. А, ну, это КПИ по СВО. У него связь с силовиками и поддержка СВО. Вот его два главных... Подождите, вы сейчас всерьез при живом вице-губернаторе в министре региональной безопасности называете в достоинствах вице-губернатора связи с силовиками. Да, конечно. А этот вице-губернатор, потому что дядя – авторитет. Ну, типа, чуваки, нет. Нет, есть, ну, понятно, профильный набор обязательств. Это подшефный город Стаханов, это СВО, это вот вся вот эта история связи с силовиками. У кого дядя – авторитет? Я вот этого не понял. У кого дядя – авторитет? Я говорю, что дядя – авторитет – такой же тезис, как... А, это фигура речи. Ладно, ладно. Да, это фигура речи. Ну, мы говорим про функционал зампреда. Да. Ну, при чем здесь министр? Когда у нас министр... А у меня хоть в одном регламенте... Что-то решал. Подожди, подожди, подожди. А Игорь Сергеевич Бондарев кем был, по-твоему? Он министр региональной безопасности никогда не был. Он был предоставлен натор, курирующий региональную безопасность. Он был вице-губернатором с портфелем. Ну, так, на сегодняшний день. Нет, он не был министром. Не был? Да. Он был только вице-губернатором. Ого, дорогой, учим отчасти. Он был прикомандированным сотрудником от аппарата ФСБ. Ну, я, кстати, да, я скорее доверяю мнению Япончинцева. Нет, это понятно, что он был прикомандированным. Вася, ты не знаешь, куда он сейчас ушел? На Попова, да, завод? Он занимает силовики, да? Он ушел, как мы с тобой, в постоянные герои публикации одного канала, который мы упоминаем. Вы упускаете момент очень важный. Алексей Сергеевич Ромахин был назначен при Буркове. И он отвечал за связи с федеральным... Однодневный, знаменитый однодневный вице-губернатор, мы помним. Его назначил Бурков и через день вылетел с должности. Ну, там не через день, там был Бурков. Или недельный, что там... Мы это успели, кстати, обсудить. Да, недельный типа зам. Да, да, да. Алексей Сергеевич заходил на связи с федеральными органами власти. Опять же, привлечение инвестиций, усиление работы в этом блоке. Когда пришел Хаценко, он пересмотрел его функционал... Переодел его камуфляж. ...с СВО... Это он еще прикупил, как мне кажется. ...и силовиков. Вот тогда переначали. И есть конкретный документ, который регламентирует полномочия зампреда в правительстве Омской области, который Вова не видел. Если он его почитает, он оттуда узнает функционал. И Ромахина, и Зарембы, и Дмитрия Владимировича Ушакова, который у нас новый король севера и курирует все министерства, и, по сути, является... И там так написано. Надо связи с силовиками. Подожди, король севера, а точно этот документ не претерпел изменений в контексте сегодняшних назначений? Или он монолитный, статичный? Мы же узнаем о документе только завтра, когда он будет опубликован. Сегодня объявили. А, сегодня это просто нам Виталий Павлович довел в своем канале, да? А как функционал будет меняться, он может еще поменяться. Но по состоянию на данный момент, вот прямо сейчас, он такой. Такой. Ерар, Ерар. Ерар, это хорошо, значит, у нас по-татарски. В любом случае он будет документ этот меняться, функционал будет меняться, потому что того же Менгазова надо чем-то занять. Надо чем-то нагрузить. Курировал. Найдут. Найдут, чем нагрузить первого замка. Я не могу, я вот, я смотрю на Вадика, он такое ощущение вот сейчас, разбежавшись, прыгнув со скалы. А ты проходит? Будет органично. Так, давайте дойдем, не так много осталось, между прочим. Марухина, Анна Дмитриевна, Санна Дмитриевна, все понятно. Сейчас обсудим колесник. Сейчас обсудим колесник. Дайте, ну, хватит ущемлять женщин. Вы меня шеймили за то, что я шовинист. Анна Дмитриевна рука, Санна Дмитриевна, все понятно. Руковитель аппарата, наследие Буркова, нет своего рука, поэтому мы тоже, ну, у кого-то есть, у кого-то нет. В общем-то, в принципе, к Марухиной претензий нет, потому что аппарат должен работать. Я как бы там это, я бы своего поставил, но я в другую губернию Алаберса. Крот Иван Иванович, заместитель председателя, министр образования. Дальше пошли министры с портфелями. Ну, тоже все понятно, да, там это. Кто-то должен получать люлей совместно за недостройку школ и т.д. и т.п. Куприянов Владимир Васильевич, заместитель. Вот здесь удивление, что он сохранил свои позиции. У Крота, кстати, сейчас новые поводы получения люлей. Люлей? Да, 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 вот эти детские дома, где бедных воспитанников умерли. Да, где садируют друг друга дети, понятно. Окей. Куприянов Владимир Васильевич, у нас тоже с портфелем, заместитель председателя, министр труда и социального развития. Есть вопрос, возражения, комментарии, соболезнования. Непонятно, за счет чего он постоянно умудряется себе пролонгировать полномочия. То есть сменил нескольких губернаторов. Был бы Женя Долганев, он бы тебе рассказал. У него... Слушайте... У него суперталант у Куприянова, он может вот найти крошечные бабки, которые выделяются, хоть как-то работать, и он еще эту отрасль умудряется оптимизировать. То есть он прям вот выжимает, и он эффективен с коммерческой точки зрения. Ну то есть замены ему нету, именно поэтому. Есть ощущение, что засиделся, как бы подзадержался в этой должности, и там, конечно, нужен такой человек, который перезагрузил... Возвращивать надо. Перезагрузит всю социалку в Омской области, но поскольку не нашли и перезагружать не собираются, поэтому он остается Куприянов. Можно я два слова вставлю? Я всегда говорил, что социалка в нынешней ситуации в России – это прорва, ну, в смысле, и вообще неблагодарная вещь, особенно в депрессивных регионах. И, в принципе, то, что человек сидит долго – это не уникальная картина, потому что во многих регионах так обстоит дело с людьми в социальном блоке. В частности, например, для понимания, один мой хороший знакомый, он не может вице-ка найти по социальной политике. Там в регионе один вице-премьер курирует всю социалку. Тяжелая работа, неблагодарная. Плюнуть у тебя готов каждый, а спасибо говорить никто не хочет. Поэтому тут как бы, ну, не это самое. Я бы сказал, что и клиенты у тебя все, либо многодетные дети, либо инвалидные, либо многодетные. Ну, да, 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 тяжелая. Какой участок работы легкий и благодарный? Куда ни ткни, везде проблемы. Колесник, Минспорта. Тотально недофинансированная сфера. Сельское хозяйство в советских времен назначают, чтобы тебя угробить. Социалка тоже плохо. А где хорошо там? В принципе, хорошо. Смотрите, они и так победят. Но морально волевых затащат. Мне кажется, что Минцифрового развития, ну, там, не сильно. Да, конечно, Володя. Дефицит кадров. А он следующий. Это Цуканов у нас следующий в списке, кстати. Денис Генадевич. Это понятно, но тебе как минимум не могут... Ну, то есть, как бы проблема Минцифрозвития, это дурачки, типа, Дудалатова. Ну, типа, они не каждую неделю приходят. А многодетные матери приходят... Даже не каждый губернатор, да, они приходят, да. То есть, ты хочешь сказать... Я как бы Дудалатов их не дофига. Переведу немножко на русский. Переведу. Я просто переведу и приведу пример. То есть, сейчас мы придем к Цуканову. Цуканов тоже соратник. И Орис хочет... Орис жирно намекает, что в отрасли цифровизации, КПА и, так сказать, ключевые показатели эффективности достаточно эфемерные. То есть, видимо, малоизмеримые. Подожди, подожди. Я тебе... Финальное. Финальное. Когда я приехал в Омск, это было в 2010 году, в Омске мечтали сделать цифровое правительство. Как в Татарстане. В Татарстане в 2010 году оно уже было. Николай Никифоров, все дела, все нормально, все работало. И мечтали сделать цифровое правительство, чтобы не было бумажного документа оборота. Делали. В каком году? В каком году? Нет, подожди, подожди. Ты хочешь цифровое правительство? Вот 12 зампредов. Что тебе? 12 не цифра? Вот тебе цифра. Короче, уважаемые мечи, без комментариев. Где-то мечтают, а где-то так и сделано. У нас в Татарстане, чтобы вы понимали, сейчас на Samsung все поменяли, потому что мы не пользуемся вражеской техникой Apple. Владимир Борисович Компанейщиков, он, когда становился руководителем аппарата, он же из Сбера приходил такой весь цифровой, крутой, там, Грефовский, все дела. И он тоже хотел электронный документ оборот сделать. Но купил гитару с электронными датчиками вместо обычных синглов, да? Ребят, во-первых, электронный документ оборот системы Lotus стоит очень давно. А ее просто никто не показывает, потому что она имеет... Секретная. Но она работает, да. Да, но она закрыта. Смотрите, я хотел про цифровизацию сказать и сформулировать мысли. Давайте про Цуканова заодно. Ты и скажешь про Цуканова. Цуканов, это у нас предпоследний остался зампред. Цуканов Денис Геннадьевич, помним, да, соратник биографии, работал с Виталием Павловичем на Новых Землях. Он у нас, соответственно, тоже вице-премьер. И он заместитель председателя правительства. Давай, Орис. Слушайте, я думаю, что у Цуканова будет прежде... Ну, все хорошо, потому что, во-первых, он пришел на эффект низкой базы, и все, что он будет делать, будет хорошо. А во-вторых, это не Минздрав, где у тебя могут там скорые бунтовать или люди умирать. Это не социалка, где у тебя могут быть митинги с невыплаченными пенсиями или там, не знаю, неполученными квартирами для сирот, не экология, где вот, ну, все имеет нерв, все имеет нерв. И не МинжКХ, где у тебя просто какие-то дома все время рушатся. 50 человек без связи на севере. Вот какие мелочи? Они же не будут. За все на Березову заберутся. Слушай, так вот. Я и пытаюсь объяснить, что, во-первых, к цифровым благам люди относятся еще не так, как к обязательствам. Поэтому митингов из-за того, что у нас нет интернета, не будет таких сумасшедших, как деболах. Понятно. Мало. Деревня 20 лет жила без ФАПа, еще 20 лет проживет. А вот без телефонов можно. Подожди, вот ФАП – это Минздрав. Так вот, я говорю о чем? Я говорю о том, что и телефон есть во всей области. 3G нет во всей области, а телефон есть, 2G, во всей. И здесь как бы нужно понимать, что таких мест, где можно взорваться и оступиться, сильно меньше, чем у всех остальных. И поэтому я уверен, что у Дениса Цуканова будет все хорошо, просто потому, что он пришел на низкую базу и с малоэкстремально емким… Ты расскажешь, как легко и весело в Минцифре. Тебе завтра лицо… Нет, нет, нет. Расцарапает. Вот вина придет, и лицо расцарапает. Да, подожди. Я не говорю, что там легко. Я говорю о том, что у них действительно есть проблема, потому что им на зарплату 30 тысяч надо искать айтишников. Муха-ха вообще, муха-ха. А в цуре пусть возьмут по совместительству. Люди работают по 14, по 16 часов. Он рассказывает, как легко, весело и интересно вообще. И в Минздраве гораздо сложнее. Так и запишем. Бутмина уже жаловалась. Кто же им будет? Так, а, да, кстати. Кстати, о, точно. Мы напомним, что есть же… Так и нет у зама, да, у господина Цуканова? Да, я правильно понял? Нет, нет, нет. У споряографа наслез. Смотри. А я напоминаю, что у нас Вадим зарубился с одним товарищем из одной партии. Что тот станет… Станет ли… На тему, станет ли тот замом. Интрига висит. Чтобы маленько позитив Ориса сбить, чтобы вы понимали, насколько плохо в Минцифре с кадрами, там, со всеми делами… С экрана читает. Бутмина ему пишет. Нет, нет, нет. Первым замом Цуканова уйдет бывший кандидат в губернаторы Макаленко, координатор регионального отделения ЛДПС. Взял, все проспойлерил. Он отсирался. Мы его хотели за руку с Вадимом поймать. Вась, мне кажется, что это не Цуканов его позвал. Нет, понятно, что расторговали. Что Наташа прям такое написала? После обещания, простит меня Макаленко, но это было очень глупо. Надо было, как Зеленский, брать цветными бумагами интересными. Не, не. Ян Виктор из Зеленского. Когда тебе предлагают расторговаться, надо брать деньги, а не должность. За эту должность господин Макаленко еще и сядет. Ой, ладно, все. Давайте так. Так, в принципе, сейчас тюрьмы боятся в Кабмин не ходить. Сейчас любой может сесть в любую минуту. Это же правительство. Нет, если мы послушаем Ориса, в Минцифры там радуга и единороги. Девушки красивые. И эскимо тебе носят по 2,20. Ну, Бутвина ничего похудела. Чего ты? Нормально. Слушай, Бутвина красота. Я говорю о том, что у тебя там подотчетных 4 оператора сотовой связи, банки, секретка и несколько айтишных организаций. Ну, и что? И федеральные КПА, Володя, которые требуют. Федеральные КПА. Ну, кстати, да, про КПА и мы каждого неравенства. А, что, бутоладов на дерево. Маталенко тебе там проложит сейчас опыт. Короче, мнение по поводу Синекура Ли, должность друга губернатора зама преда правительственной области, министра цифрового развития. Мнение на этот счет разделились. Подвесим вопрос. Теперь у нас все, теперь руки развязаны. Мы можем хоть каждую неделю. Про Цуканова, давай закончу. Чтобы вы понимали, потенциал Цуканова, он друг вашего Максута Шадаева, который в Минцифре федеральном. Он не совсем наш тоже. Максут доверил Цуканову федеральную рабочую группу по системе безопасный город. Высокое доверие, высокий потенциал. Я уверен, что Цуканов оправдает. Мало ли кому, что так доверили. Ты что же эту самую. Ладно. Лаберса оправдает. Я что это самое. Оправдает и хорошо. Чеченко Вадим Александрович, зампред, министр финансов Омской области. Финальный зампред. Но я лично вот про Вадима Александровича, вот хоть узнаю. Могу сказать только хорошее, потому что я его видел только на трибуне в ЗАГС собрании, где он рассказывает как бюджет и как что. А министр финансов, нынешних условий незаменим. Там тоже просто так не въедешь, друга не посадишь. Потому что они все такие как бы ребята со специфическим функционалом и набором специфических знаний. Я не знаю. Минфин вообще такая штука, мне кажется. Что мы там обсудим? Давайте перейдем к Колеснику уже. Все. По Чеченко есть вопросы? Мне кажется, нет. Нет вопросов. Нет. Давайте так, чтобы никого не обидеть. Значит, Дрофа Николай Валентинович, министр сельского хозяйства и продовольства Омской области. Дай бог успехов. Видим битву за урожай. Успехи в битве за урожай. Козлов Евгений Юрьевич, министр. Пять лет подряд урожай снижается. Три миллиона том уже давным-давно не собирается. Это не вина Минсельхоза. Это же климатические особенности. Да климатические. Нет, ну ты тоже знаешь. У меня вон окна на поле. Тоже знаю. Нынче погода была сложная даже в европейской части. Тут, ну не это. Не все так однозначно. Всей правды мы не знаем. Козлов Евгений Юрьевич, Минимущество. Там, говорят, были вопросы какие-то. Злопухатели написали. Ну, ладно. В общем, у него были провалы управленческие страны, что он сохранил позиции. Ну, вот. Далее. Кубец Алексей Леонидович, министр региональной безопасности. Это все уже сгрузили на красивую голову. Кубец, как будто у вас тут вообще какой-то тоже прикомандированный сотрудник нашей самой уважаемой структуры. Вы бывший начальник уголовного розыска. А, ну, в общем, тоже, дай бог, успехов. Значит, министра здравоохранения Наркевича, ну, мы обсудили уже в начале схематично. Негодуй-ка Анна Валерьевна, министра экономики Омской области. Понятно. Пассажинников. Ну, что-то. Это как бы ждали, что будет конкурс, и Василий примет участие. Но вот в очередной раз Василий вынужден наступить. Веры уже нет вам, Василий. Да. Министр звонник протонуло. Рожко, министр строительства. Ну, дай бог успехов в связке с Курмановым. Ну, потому что, ну, а что тут понятно, да? Здесь, на самом деле, удивительно, что остался, просто не нашли желания. Окей. Ну, слушайте, ну, мы, ну, тащат же Курманов. Вы же решили, что тащат. Все нормально, пусть тащат вместе. Курманов в своем подведе, ну, в смысле, не в подведе, в своем подопечном министре, если надо, разберется. Значит, министр... Тем более, что сейчас у них контракты на год. Да. Да, это тем более, я напоминаю, что вот основных мы всех, кого долго перебирали, дорогие зрители, это, собственно говоря, и есть костяк, это и есть правительство. А это контрактники, это не члены правительства, это так. Те, кого из этой самой оставили на... фактически на бесконечном испытательном сроке. Терпугова Анастасия Петровна. Ну, мы обсудили все, Настя, успехов. Дай бог нервов крепких. Только одно могу пожелать. Трофимов, министр культуры. Даже не будем углубляться. Министр природных ресурсов Хавронина, Татьяна Михайловна. Мы в разделе разное обсудим, как Орис будет сдавать своего друга Лобова. Шнепко, министр энергетики. Ну, тут декабрь покажет, как труба прорвет. Колесник. Иван Андреевич. Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта. Нет, слушай, вот, кстати, на самом деле, что... Поцарился. Да. У тебя же друг там в Росмолодежи, да? Да, у меня друг. И, кстати, подождите, Минспорт 55, чумовой заголовок. У меня просто на айпаде открыто. Я вам не буду врубать эту экран. Виталий Хаценко отметил активную работу Ивана Колесника. А Иван Андреевич поблагодарил губернатора за оказанное доверие. А Дмитрия Крикорьянца за наставничество и ценные советы. Прекрасный релиз. Кстати, надо отметить, что Минспорта единственные профессионально отработали повестку с назначением нового правительства и своего нового руководителя. Остальные министерства не были столь профессиональны и оперативны. Вот здесь надо сказать. Ну, опять же, а вы помните, что нам было обещано... Ты не спыняй Минрегион, как Минвнутриполрегион. Мы тут вообще все там подрабатываем уже. Ты же что, не читаешь каналы? Там старые руководители остались, и про них можно было релиз не выпускать. Ты помнишь, что обещали отдельное министерство по делам молодежи, а его нет? Обосрались, обосрались, да. Я вам больше скажу. Да, давайте, Виталий Павлович, я, дорогой Виталий Павлович, друг-то у меня, конечно, работает, и Дамир Ильдусович, собственно говоря, курирует создание отдельных министерств во всех регионах. Я напомню тем, кто не в теме, что если регион меньше миллиона, то создается госкомитет. Отдельное ведомство велел создать в каждом регионе Путин Владимир Владимирович, президент нашей страны, лидер нашей нации. И в МРИЛ создали отдельный госкомитет. В Томске сегодня буквально объявлено о создании отдельного комитета. Томск по переписи, по-моему, по прошлому, миллион 0,56, то есть там можно госкомитет. В Омской области обязаны были, и вы, Виталий Павлович, оценка, давали поручение. Есть об этом публикухи в открытом доступе. Надысь, я опубликую это все. Давали поручение создать отдельное министерство молодежи. Где? Какаху готовишь, короче. Ну, я просто, я что ли давал поручение? Путин поручил губернаторам. Ну, куда еще-то главнее? Да, может, чуть-чуть подальше будет реформировано. А может быть, просто это сделано, чтобы у Вани бюджетики были? Колесника. Просто позднее сделают, и все. Просто оно в Омской области, в Омской области положено отдельное министерство. Напоминаю, списочная численность полтора миллиона населения в Омской области. Два миллиона. Два, да, извините, да-да-да. Я что-то психанул, немножко другой субъект. Где? Ну, просто проблема та же самая, что не нашли министра по делам молодежи. Я не знаю насчет министра, надо посмотреть, может быть... Может быть, в проекте бюджета на следующий год он уже есть? Нет его в проекте бюджета. Люди, которые видели проект бюджета, говорят, что там нет, понимаете? А бюджет, я напоминаю, сейчас, ноябрь, бюджет сформирован, все. Я бы сказал, что там уже четвертые поправки, но да ладно. Ну, это невозможно. Давайте проколистируем. Сейчас, да. Напоминаю, что Ипанчинцев не молодежь. Рос... Не, мне еще годик, я поболтаюсь еще в молодежи. Ну, ладно, хорошо, поболтаюсь. Если Росмолодежь хочет отдельное министерство по делам молодежи в Умской области, то пусть Росмолодежь и дает на него деньги. Вот, что я вам скажу. Сначала создайте министерство, потом получите деньги. Ответят тебе в Росмолодежи. Ты что, не знаешь, как федералы что-то разговаривают? Вечером, утром, в Сулье. Не знаю, я не разговариваю. Ты кто такой губернатор Зуйской области какой-то там? Ты что нам тут будешь указывать? У нас стратегия. Президент дал поручение. Президент РФ. Тебе что, мало поручения президента? Что, КПА провалить захотел? Иди работай. Паши. Вот так тебе скажут. Вот я тебе серьезно говорю. Почему федералы разговаривают с азиатским акцентом? Неважно. Ладно, так, давайте про Колесника, Вадим. Мне неудобно хвалить друга сразу. Мне Колесника вообще настолько крутой. И у меня сразу несколько риторических вопросов коллегам. Как вы считаете, какова роль личной пиар-активности Ивана в его аппаратной победе? Василий, тебе вопрос. Повтори, пожалуйста. Как бессонница в частности меняет ли? Насколько велика тиар-активность Ивана в его аппаратной победе? Смотри, я убежден, что вот то, что произошло сегодня с назначением Ивана Андреевича на мощное, крупное, неделимое министерство, которое занимается и молодежью, и спортом, и физической культурой, оно должно было состояться еще раньше, год-два назад. И, по сути, по своему сегодняшнему потенциалу, по своей эффективности работы, по организаторским способностям, человек с тремя высшими образованиями Иван Андреевич Колесник уже давно выполняет роль, если не первого зампреда, то хотя бы обычного уже, на освобожденной основе, профильного, но он уже по своему потенциалу имеет возможность быть зампредом. Не в Омской области, так в каком-то другом регионе. У нас таких людей обычно видят и дергают на федеральный уровень, там, тот же Минспорта федеральный. То, что произошло сегодня, когда его назначили, это просто подтверждение факта, и состоялось то, что должно было состояться давно. Это лишь подтверждает некий статус КВО и формально его подтверждает. То, что Иван Андреевич может быть зампредом и курирующим зампредом для всей этой сложной отрасли и малоденежной, с его талантом находить деньги спонсоров, частные средства привлекать инвестиции, как это было с женской командой «Нефтяник», которая стала «Нефтяник Титан». Это лишь, опять же, тоже вопрос времени. Может быть, ближайшего года полтора, и он станет таким же 13-14 зампредом. А уж как успешен опыт руководства футбольным клубом «РТ» шел. Василий, ты согласен, что он съел Крикорьянца? Это вопрос к людям только. А что? Ты согласен, что Иван съел Крикорьянца? Нет, нет, абсолютно. Это были отношения учителей и ученик, и учителя поблагодарили в связи с... То есть Крикорьянц все это долгое время знал, что он уйдет? Знал, конечно. Это не было ни для кого секретом. Если это не было для нас секретом, для Крикорьянца это тоже не было секретом. Крикорьянц – уважаемый человек, спортсмен, функционер. Крикорьянц сделал свое дело, Крикорьянц может уходить. Короче, все поняли, кто дергает Ваню за вот эти пиар-ниточки. Вот кто мозг пиар-компании. У нас каждый министр, когда приходил, он начинал патронировать свой собственный вид спорта. Помните, Шелпаков был, он любил волейбола, мячку, и на нем же погорел на этой мячке. Нет, братан, а кто велотрек построил? Шелпаков – олимпийский чемпион по велоспорту. Но он волейбол любил. А кто из нас не любит женский волейбол? Кто из нас не любит женский волейбол? Помните, марафоны продвигал. Что будет продвигать колесник? Ну да, ой, че он. Он же борцуха этот, мимимей. Нет, понятно, это самое первое, что просится. Вадим, Вадим. Может ли он балансированно поддерживает другие виды спорта? Да нет, конечно. Какое будет мушкетеров у нас? Вот я как бы не особо. Есть любимые виды спорта. Официально у нас любимые виды спорта. Я вам напомню, что Виталий Павлович, он КМС по плаванию. Не мушкетертый Иван Колесник, не мушкетертый. Так что вот хоккей, футбол и плавание. Вот наши три кита. Ну и да, ММА, конечно. А художественная гимнастика? Я за плаванием. А ты давно знаешь у нас там каких-то прославленных чемпионок? Давно не было на Канаевой, все закончилось. Так и что, достаточно. Если мужем не повезло, найдете и нормального мужика. Короче, понятно, кто мозг компании по продвижению Ивана Колесника. Мне кажется, это епанчинцев. Потому что, мне кажется, канал Иван Колесник, иначе с учетом коммуникационных способностей Ивана Колесника, вряд ли Иван Колесник мог бы так писать. Орис, поздравь друга уже, посочувствуй. Уедет ведь по трем статьям, не дай боже, через год. Если чего-либо не злоупотребит. Иван Андреевич точно не злоупотребляет. И точно через год. Этанолом? Или чем не злоупотребляет? Вообще злоупотребляем мир каптаном, кроме Юры. Потому что Юра не в регионе. Я все, я здоровье подорвал. Я пять лет на курорте, извините. Я в этом случае, я считаю, что Иван Андреевич хороший министр. Насчет того, съел он или не съел Дмитрия Аганасовича, ну, это вопрос риторический. Дмитрий Аганасович с 66-го года. Ему там, прямо скажем, еще далеко до пенсии. Но в целом, да. Иван Андреевич, алга. Поздравляю. А по поводу ММА, я бы заметил, что в России всего из двух регионов есть чемпионы мира по UFC. Это Дагестан и Омск. Петр Ян, Ислам Махачев и Хадив Нурмагомедов. Так что два региона лидеры по занятию. Я даже не буду, как это, не буду даже комментировать. Потому что когда, дорогой Виталий Павлович Хоценко, когда ты на выставке ВДНХ достижений гнешь пруты о голову, не жди, что тебе дадут денег. Какие инвестиции? Вы гнете пруты о голову. Идите гните пруты о голову. Это вот позиционирование вашей области. Ракета, которая делается Роскосмосом, и пруты о голову. Ну вот хотите так, там хоть семь замов будут курировать инвестиции. Я бы лично, вменяемые люди, никогда не дадут денег людям в области, которая гнёт пруты о голову. Моё частное оценочное суждение. Вот я прям это самое. Я рад был в ВАКСе... Гнёт не боец, а силач. Ну и что? Ну это в принципе, в принципе, у них все оппозиционирование области строится на вот этой ебалдеце, которая куда-то летит, и которая делается вообще предприятием федеральным. К ней что делается в Омске? Люди ходят на завод? Ладно. Завтра решит Верховный Буд. Люди в другом регионе ходят на завод. Вот этом вот шлеменке и этом пруты о голову. Ну вы что, ребят? Ну вы серьёзно на что-то рассчитываете? Ты вообще был на той выставке? Нет, я съезжал, а что? Там у Чечни стоит шахет-мобиль. И что? И у северных районов. Не пусты! Ну, Чечня нормально. Мы все знаем, что Чечня это силовой ком... Что дальше-то, ну? Ну, говорю, у северных районов там какие-то шаманы херачат. Ну то есть каждый пытается привести... Шаманизм официально признанная религией в нашей стране. Напоминаю. Ладно. Короче, порадуемся. Что, Вася, контракт у тебя есть с Минспортом? Нет? Будет? Скажи сразу. Не знаешь? Нет, не знаю. Пётр Ян Уралуев. Нет, не знаю. Не предлагайте. Да ничего. Уралуев Камилю будет. Ну не знаю, окей. Ладно. Значит так. Его перекупили уже. Праздничная часть. Владимир Владимирович Радул назначен сегодня на должность в администрации Томска. Это муниципалитет с перспективой роста. Я не буду там все формальности упоминать, которые эти самые. И тоже в случае, когда всё согласуется, станет вице-мэром. Усиление команды товарища Махини. Мы видим, что на самом деле кадры-то есть. Просто есть люди опытные. И я хочу порадоваться за Володю, что так случилось. И это хорошо. Я рад его возвращению в структуру власти. Пусть это муниципалитеты, которые не очень сильно меня интересуют. Я как бы об этом писал последние несколько лет. Но тем не менее, я считаю, что радовал профи. Что человек, прошедший школу, не дай боже, школу Полежаева. Это тяжёлая школа. Но человек прошёл действительно серьёзную закалку на старте своей карьеры. И я надеюсь, что всё у него получится. Всё. Успех. Вот. И финальное. Так что по лобову-то, Орис? Давай. Как твой друг поживает? Мне кажется, что Доби взял свой носок и пошёл быть свободным. Ну, типа... А что у Доби носок тогда, Орис? Скажи мне. Таких размеров этот носок. Да. И сколько лет за этот носок? Ну, ладно, неважно. Это имеется в виду, что, типа, Илья Алексеевич, ну, он там очень небедный человек и был очень небедным человеком до приезда в регион. Четыре года мы от тебя это слышим. Так. Да. Что он, как бы, вышел и поехал по своим делам. Сейчас где-нибудь готовят собственный проект. Ну, типа, про какие-то уголовные статьи я не в курсе. Про какое-то гонение я тоже не в курсе. Я не знаю, на что намекает Василий. Некоторые байки очень живучи хочется заметить. Ну, ладно. На то не байки. Собственно говоря, что я могу сказать. Поскольку отрасль, экологическая отрасль в Омской области, очевидно, проклята. И почему-то, вы знаете, выяснилось, что без конкурса, оказывается, можно безо всех вот этих вот каких-то непонятных итераций, как было при назначении Лобова, да. Взяли, назначили человека тоже учиться с какими-то компетенциями. Илья Алексеевич как раз-таки прошел конкурс. Да, да. Нет, а я к тому, что сейчас-то замену Илье Алексеевичу просто как-то раз и все, и норм. Нет, там просто, видишь, сейчас еще предстоит один этап конкурса продвижения нашего кадрового. Там, видимо, стариков оставили, пока продвиженцы не выйдут, эти выпускники, пока там они отучатся. И тогда уже будут новички привлечены, там, что, 7 тысяч, 11 тысяч, сколько заявок участников было? А мы же с тобой отшились. Мы с Василием не верим в карьерный лифт. Я не стал заполнять развернутую анкету, потому что я считаю, что внутриполитический... Должна созреть Омская область для такого внутриполитического зампреда, как я. А вообще есть кандидатуры лучшие, и я поэтому в запасе посижу. Вот. Ладно, шутки шутками. Желаем всем... Поздравляем всех с назначениями, желаем всем успехов. Мы, надеемся, будем появляться теперь чаще, потому что все, у нас ручки развязаны, все эти самые, все закончено. Орис, ты будешь рассказывать в финале сенсацию про техуглерод, или мы пока воздержимся? А что, есть? Да что? Они еще раз написали на меня заявление. Ну, типа... Штраф требует? Да ничего они не требуют. Смотри, Рекс из Матурка была, да? Давай. То есть, Илья Альфович пришел. Вот они идиоты, а. Так, и что, короче, написали на тебя заявление, на Ориса написали заявление. Так, кто на тебя написал? Я приглашаю их, я проводил с самого начала майские указы президентов, прошлые майские указы породили за собой такой документ, как национальные проекты. В числе национальных проектов есть национальный проект экологии. И я в рамках деятельности Общественной палаты Российской Федерации написал, как бы, программу и поехал, собственно, в том числе чекать в городах с наибольшим количеством программ нацпроекта экология, их реализацию. Ну, то есть, попросту проверять, насколько перед следующими майскими указами выполнены предыдущие. Ну, это, прямо скажем, дежурное занятие, чем занимается Общественная палата постоянно. И я такой, типа, приезжаю в Омск сам к себе, беру список участников федерального проекта «Чистый воздух», в том числе. Ну, и я в «Чистую страну» и по мусорной реформе, я всем писал. Ну, и по «Чистому воздуху» начинаю приглашать. Сначала приходит токенное письмо, что я гад-убийца, и чуть ли не вчера... И вчера съел христианского младенца на завтрак. Да, 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 да. Причем, находясь в Палестине. Вот. И, как бы, и после этого еще через несколько дней прилетает на меня заявление, что я якобы там налоги скрываю. Откуда Омск техуглерод так осведомлен от твоей бухгалтерии? Скажи мне. Не, они, как бы, смотри, они прицепились к тому, что вот я декларировал за 2020-й ковидный год 145 рублей. Но, правда, они, как бы, увидели декларацию, они увидели красными буквами то, что было написано рядом, что я забыл еще некоторую часть доходов указать. У меня прям на всех многомортниках на выборах это висело. То есть, ну, типа, чуваки говорят, а вот нам эта информация нравится, а эта не нравится. Так что мы будем на тебя писать в полицию вот по этой информации. Ну, причем написал директор техуглерода своими руками. То есть, прям директор завода. Ну, как это водится у вас в ваших тонких взаимоотношениях, да? Да, да. То есть, очень странные люди, которые занимаются какой-то дикостью непонятной. Просто, что им... Я говорю, ребята, покажите, что вы сделали по президентскому указу. Вы столько вообще пишете, что вы солдаты Путина. А, они приходят, Брэн и меня заявок отдают. И я после этого какой-то странный человек. Серьезно? Мне кажется, что есть некоторые проблемы с неполаганием. Какой стадии рассмотрения заявления сейчас у тебя? Диана, в полиции? Ну, в полицию я там, в специальной полиции я пришел. Там все деньги заработанные показал, принес, написал как бы объяснение. Ну, сейчас посмотрим. Мне кажется, мне кажется, что в моих действиях состава преступления нет вообще. Потому что я, ну, не буду называть цифры, но я нормально и в белую зарабатывал. Я в 21-м году, и в 22-м, и в 23-м. То есть, у меня белый доход. Что надо? Будем следить, что называется, за развитием событий. Вот такая вот вам в финале история, уважаемые ребятишки и дорогие товарищи взрослые. Короче, мы час, сколько мы уже тут торчим? Ой, час двадцать уже, все, мы перебрали все свои эти самые. Я хочу сказать спасибо большое всем участникам. Спасибо большое всем, кто смотрел. Спасибо большое всем, кто посмотрит это в записи. Еще раз всех поздравляем с назначениями. С назначением, с назначениями. Кому-то соболезнования, кому-то, там, не знаю, наоборот, хочется порадоваться за вас. Что называется, будем посмотреть, как будут развиваться события. Поэтому еще раз рады были всех видеть. Это был Колчак позвонит, шоу Омской повестки. Всем пока-пока.